болотность болотность ты болота затянула буройтиной мокрый мокрый на шмелей прыгаешь охотничек с рыбалки пришел всегда боюсь огород копать потому что здесь вот такие вот бывают маленькие сюрпризики вот она какая квакушка сегодня предупреждение подействовало один раз залетал на забор один раз был замечен не на территории не некому держать его некому пока ходим с крыльями и с головой притих молчит что про тебя говорю какие брови какие брови модные молчи-молчи закончила я один фронт работы еще тут начать докончить как говорят ничего успеваем я раньше в поле у нас за забором садила после 9 мая только копали потому что там очень много пырея и сыра была такая заболоченная местность а теперь же вообще бросили все все огороды потому что болото подходит считать до самого до самого забора поэтому там никто теперь не садит там солончак и лягушки квакают на сегодня справилась таня умничка в основном то что планировала сегодня все сделано и здесь и в доме и на кухне сейчас пойдем ужин готовить рон уже ждет ждет свою дозу сидела сейчас отдыхала здесь на скамеечке люблю здесь сидеть здесь у меня такой холодок тенек и сирень я просто как говорится в чадила очень-очень сильно пахнет обычно сирень так пахнет на дождь просто голова кружится вот еще говорят нас какие-то магнитные бури до 27 числа это еще завтра до да у нас тут хватает своих магнитных бурь гремит и гремит вот сегодня целый день и и так и сяк и через так разными звуками короче и что-то дырынчало даже в небе что-то пролетело такое я думала газонокосилка у кого-то летучий газонокосильщик это бабочка он летает маленькая желтенькая наверно аж не полезная раз маленькая полезные бабочки все большие огромные они просто красивые пасмурно ветра совсем нет тут вообще не шелохнется ничего посмотрим какая будет посмотрим какая будет ночь нам бы день продержаться и ночь простоять вот так здесь все будет хорошо кто-то тормозами скрипит однажды встречала такую фразу в интернете соцсети это такая штука для общения когда у вас не спрашивают как дела и что вы сегодня делали а вы все рассказываете я так улыбнулась это просто мой дневник мне дети смотрят родственники которые далеко и я чтоб не звонить не рассказывать все дела все основные дела показываю рассказываю все свои эмоции ощущения немножко вам создаю настроение 99 процентов хорошего настроения зависит от вас и конечно же традиционная электричка идем по графику всем хорошего вечера уютного теплого ужина и доброй тихой ночи а ужин у меня сегодня будет самый обычный холостяцкий яичница с луком и вот свежие помидоры нашла в морозилке такой приятный сюрприз ну думаю значит будет яичница с помидорами а сколько нам девочкам надо что-нибудь вкусненькое веселенькое и потихоньку сам по себе сварился бульончик здесь у меня таких два два свиных хвостика такой приятный отличный такой бульончик даже у Джеки сегодня настроение появилось то сидела нахохлившаяся два дня вообще почти не ела не чирикала а сегодня она такая вот вся в настроении пастушью сумку пообрызала такая хозяйка вот так с кем-то пообщаться можно да, Джеки? нельзя долго хандрить нельзя ни тебе, ни мне так вот вот Вуаля, давно я это слово не говорила, давно ничего вам не показывала, чем я кормлю семью на данный момент. Не буду я перекладывать это все в тарелку, оно красиво, прекрасно здесь смотрится так органично в сковородке, так даже вкуснее. У меня подружка была в школе, мы всегда после занятий приходили или ко мне, или к ней, и она меня научила жарить яичницу, вот такую вот. Дома у нас такую не делали, и говорила, Тань, мы всегда голодные, девочки тоже растут, есть хотят все время, как мальчики, энергии много. Она говорит, ты неправильно яичницу ешь, надо ее вот так вот сначала, сначала вымакивать с хлебушком, и когда вот эта вот макалка закончится, тогда можно гущу есть, и тоже с другим уже кусочком хлебушка. Получается хлеба в два раза больше, сытности в два раза больше. Наедаешься надолго, как это вкусно. Помидоры сладкие, это еще летние домашние. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Готовьте просто, готовьте вместе со мной, и пусть вам будет вкусно. Схма как вовремя. Продолжение следует...